Если вы думаете о бизнесе, думайте о нем глобально. В качестве человеческого капитала это позитивная особенность России, это конкурентное преимущество. Для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. В определенный момент человек дорастает до ситуации, когда ему хочется отдавать. Если тебе свистят или люкают, вполне возможно, ты сделал что-то очень важное. А если тебе все аплодируют, вполне возможно, ты вообще ничего не сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, это Forbes Capital. Меня зовут Елена Тафанюк. Капитал бывает не только финансовый, но и человеческий. Причем это не фигура речи. Управляющий, когда пишет план управления активами, обязательно должен учитывать уровень развития человеческого капитала того или иного клиента. Традиционно считается, что в молодости человеческого капитала много. К старости его становится меньше, но он превращается в финансовый. Правда, так происходит не у всех. Некоторые его просто теряют. О том, как не профукать человеческий капитал, мы говорим с президентом Московской школы управления Сколково Андреем Шародовым. Дорогий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А вам сколько лет? 55. А где вы учитесь? Ну вот сейчас я поступил в бизнес-школу Бакони в Милане. Докторская программа, тему я еще уточняю, но, скорее всего, это будет на стыке лидерства и этики. Понятно, что когда вам 20 лет, вам надо учиться для того, чтобы в будущем чего-то достичь. А зачем человеку учиться в 40, в 50, в 60 лет? Ну, мы подходим к длинной теме под названием lifelong learning, обучение в течение всей жизни. И это обусловлено тем, что ситуация настолько быстро меняется, с одной стороны. С другой стороны, ваша карьера предоставляет вам много новых возможностей, которыми вы не сможете воспользоваться, если вы не получаете постоянно каких-то знаний, навыков, компетенций, даже просто информации. И это все можно назвать процессом обучения в течение всей жизни. То есть, если всю жизнь не учиться, рано или поздно можно стать никому не нужным. Правильно я понимаю? Да, да. Я вообще всю жизнь относился настороженно к людям, которые считают, что они все выучили и не учатся. Но вот некоторое время назад я понял, что люди, которые все время учатся, тоже могут сталкиваться с проблемой, поскольку постоянное обучение может стать формой прокрастинации. Вы откладываете все, потому что вы сейчас учитесь, и вы не занимаетесь никакими реальными делами. Все-таки обучение при всей важности этого процесса – это такая сервисная функция. Вы учитесь для чего-то, для того, чтобы стать умнее, богаче, этичнее. И это должно на чем-то реализоваться, в чем-то выразиться. А если вы только учитесь, готовясь к какой-то завтрашней жизни, то это, скорее всего, такой опасный звоночек. Мы сейчас переживаем достаточно серьезную трансформацию. Есть мнение, что это немного похоже на то, что пережили наши родители, когда развалился Советский Союз, связанный с технологической революцией. И, в принципе, многие беспокоятся, как бы мне не остаться там за бортом, как мне найти себя в этой новой экономике. Мне кажется, что все-таки сравнение с эпохой наших родителей и периодом распада Советского Союза не совсем корректно, потому что там тоже была неопределенность, она была другого рода. Она не была связана с технологическими инновациями, она была связана с исчезновением одного государства и появлением другого государства с другими возможностями, с другими границами, может быть, даже немножко с другой ментальностью и так далее. А сейчас речь идет о том, что меняются технологии, которые в конечном итоге отвергают большое количество профессий, компетенций, ну и людей, которые являются носителями этих профессий, как ненужных на рынке труда. И, во-первых, непонятно, какие и когда профессии будут отвергнуты, и непонятно, не до конца понятно, чему учиться для того, чтобы попасть в ту часть, которая, ну, очень долго или никогда не будет отвергнута в результате вот этой самой технологической революции. Сказать, что есть книжка, которую можно прочитать и все понять, нельзя, я так не могу себе сказать, но, с другой стороны, большое количество исследований, большое количество людей занимается этой темой и склоняются к тому, что вот традиционный подход, может быть, не столько для наших родителей, может быть, чуть раньше, за всю историю человечества, когда человек должен был получить профессию, и тогда он... У меня бабушка, которая была неграмотная, она всегда говорила в качестве комплимента, в ее устах звучало это как комплимент, он выучился на. Да, и вот это означало, что человек имеет что-то очень серьезное. Вот скорее сейчас это уже не имеет ценности, если он выучился на кого-то, потому что этот вид деятельности может оказаться невостребованным. И теперь речь идет скорее о таких экзистенциальных навыках, то есть навыках, которые должны сопровождать нас в течение всей жизни, чем бы мы не занимались во время этой жизни. Про экзистенциальные навыки давайте поподробнее. Это умение общаться, когнитивные навыки, умение познавать, вытаскивать информацию, выстраивать отношения, планировать, обладать критическим мышлением. Вот есть красивая теория, сейчас многие люди, прежде всего родители, говорят, чему учить детей, да? И вот есть концепция, которая называется 4К, что детей надо учить критическому мышлению, креативности, коммуникациям и кооперативности. То есть мы должны уметь выстраивать отношения, мы должны уметь организовывать работу в коллективе, мы должны уметь сомневаться, в том числе в истинах, о которых говорят там самые-самые важные приоритеты, и мы должны допускать, что мы можем создать что-то, креативить, чего не делал никто из нас. Еще одна интересная статистика. Эксперты считают, что до середины 18 века многие профессии или, скажем так, компетенции были актуальными в течение многих-многих поколений. То есть в одном, условно говоря, роду прапрадед и праправнук могли быть успешными мельниками, пивоварами примерно с одной и той же технологией, примерно на одном и том же оборудовании, в одной и той же мельнице, в одной и той же пивоварне. Это длилось столетиями, да, и может быть больше. Во второй половине 19 века многих навыков стало хватать только на одно поколение. То есть сын уже не мог заниматься тем, чем занимался отец в силу развития технической революции. А вот нашему с вами поколению, как считают эксперты, предстоит поменять примерно 7 видов деятельности. За жизнь? За жизнь, да, в среднем. Довольно далеко друг от друга от стоящих. Поэтому вы не можете выучиться на. Вам нужны эти компетенции, на которые вы будете в необходимое время наклеивать, добавлять профессиональные навыки. Вот критическое мышление на самом деле это была какая-то модная тема по-моему, прошлого года. Да? Не знаю. Все учились, все говорили. Я давно об этом слышу, и это действительно важная тема. Потому что, кстати, Лена, наше, вот мое обучение, я ловлю себя на мысли уже сейчас, будучи уже весьма взрослым человеком, что наше обучение в качестве критерия истины предполагало согласие. Согласие родителя, согласие одобрения, педагога, начальника и так далее. То есть, если ты делал что-то и получал одобрение, значит, ты делал это правильно. А если ты не получал одобрение, значит, ты делал либо неправильно, либо что-то неправильное ты делал. Вот как раз идея критического мышления состоит в том, что это совсем неверный критерий. Если тебе свистят и улюлюкают, вполне возможно, ты сделал что-то очень важное. А если тебе все аплодируют, вполне возможно, ты вообще ничего не сделал. Мы должны допускать, что то, что мы предлагаем, идею, проект, действие, оценку, она может не совпадать с общественным мнением, и они могут негативно к этому относиться. Но от этого, от такого субъективного, а это субъективное восприятие даже большого количества людей, от этого она не может быть априорно ошибочной. Она может оказаться правильной, просто люди не готовы это воспринимать. Не готовы воспринимать сейчас, не готовы воспринимать в длительной перспективе. Но от этого она, как говорил Галилео Галилея, все-таки она вертится. Его не одобряли, но его не смущало, и он продолжал настаивать на верности своей гипотезе. В последнее время очень модно говорить про развитие человеческого капитала. Как померить? Мы развили человеческий капитал или нет? Как минимум, существует большое количество международно признанных метрик, которые определяют степень развития человеческого капитала. Это и уровень образования, это и уровень здоровья, это уровень доходов. Конечно, человеческий капитал связан с общими показателями развития страны. В общем, странно ожидать, что если у вас в стране очень высокий человеческий капитал, но очень средние экономические результаты, это такое противоречие. То есть у нас так себе человеческий капитал? Вы знаете, в принципе, по-прежнему отмечают хорошее, неплохое качество человеческого капитала, хотя если сравнивать человеческий капитал сегодня, вот в начале 20-х годов, 21-го века, с человеческим капиталом, который был при развале Союза или вот в последние, ну, при начале предпринимательской активности, скажем, 85-87-й годы, и говорить о не абсолютных величинах, а о сравнении его с зарубежными странами, то тогда оценка его была гораздо выше. Те предприниматели, которые приходили тогда в Советский Союз и в Россию, отмечали его более высокое качество по сравнению с рядом других стран, чем сейчас. То есть профукали мы человеческий капитал? Ну, я не готов такие сильные характеристики поддерживать. Не профукали, он развивается. И по-прежнему это оценивается. Но помните, как у Алисы, да, для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. То есть все двигаются, и мы тоже двигаемся. Если абсолютно сравнивать человеческий капитал тогда и сейчас, наверное, он будет выше. Но часть стран подросла больше, чем Россия. Часть стран обратила больше внимания, скажем, на систему образования, на систему здравоохранения, что влияет тоже на качество человеческого капитала. Поэтому, если смотреть на сухие цифры всякой статистики и опросов, по-прежнему отмечают, что качество человеческого капитала это позитивная особенность России, это конкурентное преимущество. Но вопрос ее абсолютного позиционирования, наверное, это, там, скажем, темы для серьезных дискуссий. Мы что-то теряем. У вас есть какое-то представление о том, как мы будем получать образование через 50 лет? Я думаю, что образование действительно станет непрерывным. И с точки зрения получения знаний, информации и компетенции, с точки зрения контроля этих знаний, информации и компетенции и в интересах самого человека, и в интересах его работодателя, скажем. Вот. Думаю, что развитие образования пойдет по пути геймификации. То есть, это все дальше и дальше будет уходить от таких лекций. Не хотел сказать скучных, даже не скучных, когда один вещает, а другие слушают. Все в большую и большую интерактивность, все в большую и большую компактность. То есть, сейчас уже большое количество онлайновых курсов рассчитано на 9-12 минут. Это как такой глоток, очень удобный по размеру, который вы можете проглотить и потом пойти заниматься, условно говоря, своими делами. Глоток, который соизмерим с удобством восприятия информации мозгом. Вот. Ему очень удобно это сделать. Клиповое становится образование. Да, 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 да. Ну, можно пофантазировать на предмет того, что сейчас ученые работают над интерфейсом, который будет соединять напрямую мозг человека с компьютером, с процессором, с базами данных. И мы сможем уже избегать набора что-то на клавиатуре. И наблюдение за информацией через зрение каким-то другим способом. То есть, я думаю, что мы довольно быстро превратимся в кибернетические организмы, в киборгов, у которых появится возможность, в том числе, такого человека-машинного интерфейса. Загружать будем просто туда. Да, да. Как мечтали сценаристы советских комедий. И в этом смысле изменится, наверное, природа образования. Потому что, условно говоря, вы уже будете избавлены от необходимости учить огромный массив информации. Информация будет подключена. Вы будете все время plug-in. Вы будете подключены к любым данным. И сейчас вам надо набрать в Яндексе или в Гугле что-то, чтобы найти этот факт. А дальше это вы будете делать не... То есть, мгновенно. Мгновенно. Ваш мозг будет соединен с глобальной базой данных. И в этом смысле изменится структура, ну, наверное, образования, да, если можно так сказать. Или компетенции, которые будут требоваться от человека. Мы уже не должны будем держать в голове объем этой информации. Мы должны будем уметь ее быстро искать. А дальше критически к ней относиться, критическое мышление. А дальше, собственно, анализировать ее. То есть, выявлять какие-то закономерности. А дальше синтез. Что-то делать новое из этой информации, чего никогда не было. Но вот важный момент, как раньше учились, если учил, значит, ты должен пересказать это. Это уже не будет ценностью, потому что это будет... Мы будем частью этой системы, которая будет обладать всеми знаниями, которые доступны человеку. То есть, ребенка не надо будет очень читать, надо будет просто загрузить программу. Умею читать на русском, умею читать на английском, умею читать на китайском. Судя по тому, что сейчас есть уже переводчики, то и проблемы языков тоже не будет. Думаю, что это останется элементом культуры, но вы можете разговаривать на любом языке и тут же понимать человека, который разговаривает с вами на другом языке. То есть, это тоже перестанет быть редкостью, а значит, и ценностью. Это будет у всех примерно на одном и том же уровне. А вот дальше это анализ критического мышления и способность создавать чего-то. Вы возглавляете школу, которая учит предпринимательство. Ну, вообще мы называемся Московская школа управления, поэтому я бы сказал, что предпринимательство – это важная часть нашего каррикулы. Но это управление. И мы работаем не только с бизнесменами. Почти треть наших слушателей – это представители государственных организаций и ведомств, и администраций региональных и муниципальных. То есть, это люди, которые не занимаются бизнесом. Так вот, я, собственно, к чему? Смотрите, у нас, что ни день, то кого-нибудь здесь предприниматели посадят. Мне вообще не отпала необходимость в изучении бизнеса? Ну, я могу допустить, что их сажают не из-за уровня знания бизнеса и образования, которое они получили. Ну, наверное, да, мне категорически не нравится эта ситуация. Это создает стимулы работать очень в короткую для всех. И для тех, кто занимается бизнесом, и для тех, кто охраняет закон. Это создает условия для недобросовестной конкуренции. Очень часто подобные решения – это борьба одной группы компаний с другой группой компаний с использованием государства. Сейчас, когда все вот это мы наблюдаем, вы бы с точки зрения, если бы в терминах «risk-return», посоветовали бы своим детям учиться бизнесу сейчас и им заниматься? Думаю, что да. Ведь бизнес – это не одни риски и неприятности. Это еще и возможности. Затем, если говорить современно, позволю себе так сказать, то мы, например, в Московской школе управления Сколково сразу говорим о том, что если вы думаете о бизнесе, думайте о нем глобально. То есть не делайте бизнес для вашего района, или для вашего города, или для вашей области, или даже для вашей страны. Думайте, как бы он мог работать, рассчитывая сразу на какую-то часть мира или на весь мир. Главная проблема, которую мы видим, она в головах. То есть люди, даже предприниматели, даже имея какой-то продукт или услугу, которые, может быть, конкурентоспособны, не думают, не мечтают, не пробуют. Отчасти это советское наследие. Мы жили в условиях монополии на внешнюю торговлю, и это было запрещено. Отчасти это следствие проживания в большой стране. Мы живем в стране почти со 145 миллионами населения. Это большой рынок, и, в принципе, на мою жизнь хватит. Если посмотреть на представителей, особенно маленьких стран, развитых стран, они, в принципе, не могут себе позволить делать что-то только для своей страны, потому что масштаб не оправдывает тех усилий. Они обязаны. Они обязаны думать сразу о том, как прийти на этот рынок. Вот это важный момент. И в этом смысле, если у вас есть какая-то идея, то вы не ограничены только Россией. Вы, если хотите, защищены тем, что вы можете продолжать предпринимательскую деятельность и на других рынках. Когда арестовали Майкла Калви, ваши выпускники, я знаю, организовали группу, которая пыталась все время что-то сделать, как-то им помочь. Какие-то заявления писали, обращения. Ну, что-то там они все время что-то там делали. Вы лично как-то пытались помочь Майклу Калви? Нет, я лично никак не пытался помочь Майклу Калви, хотя тоже считаю, что, в общем, это, конечно, такая вопиющая, неприятная ситуация. И, кстати, очень был рад, когда комитет по этике РСПП вынес свое заключение по поводу того, что все-таки это исключительно внутрикорпоративный конфликт. Страна, одна из сторон, которая прибегла к использованию связей с правоохранительными органами для того, чтобы силовым образом решить этот вопрос, по крайней мере, то, что я слышал. Вы лично думаете о том, что вас могут арестовать? Ну, к сожалению, у нас есть поговорка «От тюрьмы и от суммы не зарекайся». И, наверное, если кто-то поставит себе такую целью, наверное, в нашей стране все возможно. Как вы думаете, если это, не дай бог, произойдет, общество за вас вступится, так же, как оно вступается за Майкла Калви, так же, как оно вступало за Голунова? Не знаю и, честно говоря, не хочу проверять, вступится оно или не вступится. Как вам удается к себе в школу залучить всех наших миллиардеров? Я бы не делал упор на то, что нашей высшей удачей является то, что мы в качестве лекторов используем миллиардеров. Мы все-таки привлекаем людей туда не по имущественному цензу, а по содержанию и по способности транслировать это содержание, свой собственный опыт, как удач, так и неудач нашей аудитории. Вы знаете, с одной стороны это сложно, с другой стороны очень просто. В определенный момент человек дорастает до ситуации, когда ему хочется отдавать, в том числе опыт, знания, которые он накопил. И люди охотно соглашаются рассказать о том, как и что они сделали, почему они так поступили, какие чувства они при этом испытывали, где они ошибались. Чем дальше, тем больше я вижу значение неудачного опыта, опыта неудач. это гораздо важнее для предпринимательской карьеры, чем удачи. Если вы готовы к тому, чтобы переживать неудачи, если это не ломает вас, не отбивает желание возобновить или продолжить эту деятельность, это очень важно для предпринимателя, потому что все-таки предпринимательство, как и любая деятельность, связанная с новым, с неопределенностью, это все равно череда ошибок. Наш тренер по футболу говорил о том, что футбол – это череда ошибок, и выиграет тот, который совершит их чуть-чуть меньше. Я думаю, что в этом смысле предпринимательство не сильно отличается от этого. Поэтому такие люди в определенный момент хотят поделиться. Таким людям интересно получить обратную связь. Вот это не просто пришел, лектор отчитал и ушел. Это приходит человек, который хочет получить вопросы, который хочет получить мнение людей. Самое интересное – это не просто когда… Я тоже выступаю с лекциями, хотя не являюсь миллиардером, к сожалению. Самое интересное – не просто когда вы рассказываете, а когда вы начинаете слышать мнение людей, которые говорят, а мы в такой ситуации поступили вот так. И это начинается обратный процесс. Вы начинаете учиться у людей, перед которыми вы выступаете. Я думаю, что это тоже важный аргумент для, как вы говорите, миллиардеров, приходить и слушать, если они совсем не собранцовели, но такие, как правило, не приходят, приходить и слушать и понимать, что в любом возрасте с любым количеством нулей на вашем банковском счете вам полезно услышать какую-то информацию, в том числе, которая, возможно, не совпадает с вашими представлениями о жизни, а вдруг это что-то новое и важное для вас. А есть такой бизнесмен-миллиардер, которого вы никогда не позовете читать лекции? Я не думал, но, наверное, есть такие люди, которых мы никогда не позовем. А вот те истории, которые у нас случились в последнее время, опять же, возвращаясь ко всей нашей истории, допустим, с тем же банком открытия, я знаю, что вашим большим другом школы был Борис Минц. Вы сейчас закрыли перед ним дверь? Знаете, я бы сейчас не хотел ставить ярлыков. Это все-таки вопрос довольно тонкий. Человек украл деньги или человек вложил их в неуспешный проект? Есть такая разница. К сожалению, с точки зрения контрольных и правоохранительных органов разницы нет. Были деньги и не стали, значит, ты виноват. К сожалению, здесь не только идет какое-то злоупотребление, здесь есть искреннее непонимание жанра предпринимательства. Предпринимательство – это деятельность на свой страх и риск, законопослушная деятельность на свой страх и риск в целях получения прибыли. Так вот, этот страх и риск, они могут реализовываться, и вы можете вложить в неуспешный проект и потерять эти деньги. Да, существуют конструкции, которые уменьшают такой риск, но тем не менее это происходит. И вопрос в том, еще раз повторяю, человек украл деньги или человек вложил их в неуспешный проект, с этической точки зрения это большая разница. И я бы смотрел на эти вещи тоже очень пристально. То есть ваши двери по-прежнему перед Борисом Минцем, Микаилом Шишхановым открыты? Да, если они захотят, да. А если их в итоге осудят за мошенничество? Вы будете жалеть о том, что вы не закрыли перед ними дверь? Ну, я исхожу из того, что пока у человека нет приговора, и для меня важна и собственная этическая оценка этой ситуации. Потому что есть большое количество людей, у которых нет никаких приговоров, но с которыми мы не хотим работать. Вы готовы пригласить к себе Михаила Ходорковского? Не знаю, я посоветую со своими коллегами. Давайте про ваших конкурентов поговорим. Тут бизнес-школа Синергия получила грант на пропаганду предпринимательства. Не грант, а контракт. Контракт. Это контракт, который они выиграли на конкурсе. Вы сделали так много для пропаганды предпринимательства. Вам сейчас не обидно? Мы не участвовали в этом конкурсе, и поэтому обижаться здесь вообще-то не на что. Нам кажется, что это не совсем наша тема. Все-таки здесь больше такого пиара и просвещения. Мы претендуем на то, что мы довольно глубоко находимся в теме обучения. То есть это другая степень глубины. Наверное, и то, и то важно, но это не наша поляна. Что вообще вы думаете про бизнес-школу Синергия? Фундаментально мы исходим из того, что конкуренция – это хорошо. То есть отсутствие конкуренции, оно создает иллюзию успешности, и вам не так часто нужно драться, чтобы доказывать свои компетенции. Но в длинную вы от этого проигрываете, потому что у вас нет бенчмарков, вас никто не подталкивает к тому, чтобы вы вышли на следующий уровень. У вас и так все хорошо. А имеет смысл ходить на мероприятия с участием Тони Робинса? Не знаю, я не ходил. Ну, наверное, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Сходить и понять, твое это или не твое. Вообще, мотивационные мероприятия и тема мотивации, она очень важна для любого человека, не только для бизнесмена. Мы во многом делаем что-то, потому что мы верим в ценность того, что мы делаем, потому что мы верим в ценность результата, на который мы рассчитываем, а не потому что это записано у нас в штатном расписании или еще что-то. Поэтому мотивация – это очень важная вещь. Важно при этом найти границы между мотивацией и манипуляцией. Ничего плохого про Тони Робинса я не буду говорить, но такие вещи важны. Очень много инфо-цыган на этом поле. Да, 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 наверное. Это такая пограничная сфера, которая потихонечку претендует на твое сознание или даже подсознание. И здесь надо быть, с одной стороны, осторожным, а с другой стороны, очень профессионально корректным с тем, чтобы не залезать в те темы и в те сферы сознания и подсознания, в которые ты или не умеешь, или не должен залезать. Мне кажется, с точки зрения потребителя, от этой истории лучше держаться подальше. Возможно. Я еще хотела спросить про конкурс «Лидеры России». У нас очень мало осталось социальных лифтов. Мне кажется, они перестали действовать. Вот конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт? Безусловно. А это хорошо, что он такой один остался? Хорошо, что один или хорошо, что остался? Государственный лифт. Ну, скажу, что мне нравится идея социальных лифтов, хотя в широком смысле лифты существуют и существовали. Ну, например, высшее образование безусловно является социальным лифтом. Безусловно. И, в общем, что называется, слава богу, в нашей стране высшее образование, хорошее и разное, оно доступно значительному количеству, если не всем, да, людям. Это тоже социальный лифт. Поэтому не надо считать, что конкурс «Лидеры России» – это единственный социальный лифт, который у нас остался. Он очень специфический. Он очень похож на этого цыганства. Он интересный. Нет, я не соглашусь с вами. Вы знаете, во-первых, и это мне нравится, он не дает каких-то быстрых призов. То есть, там нет видимых бенефитов в виде того, что ты получаешь сразу медаль или должность в государственном учреждении. И когда я разговаривал со многими участниками, они говорили, что для них вообще государственная должность не является самоценностью. Большое количество людей участвует там, никак не претендуя на свое появление или карьерный рост в государственной службе. Тем не менее, они идут туда, они говорят, мы хотим себя проверить. Там интересная система отбора, там высокий уровень участников. Мы хотим посмотреть, как мы смотримся на уровне таких вот пирс, таких конкурентов. И это интересная прокачка. Плюс это ведь проявление большого количества людей, которые готовы идти на какие-то издержки для того, чтобы продемонстрировать свои качества. И дальше вы можете смотреть на этот список и пытаться разговаривать и ангажировать этих людей на любую работу. Будь то государственная служба, муниципальная служба или конкретная-конкретная компания. И я знаю, у нас есть несколько выпускников нашей школы, которые были и полуфиналистами, и финалистами. И для них это был способ не просто заявить о себе, а просто проверить себя в условиях довольно такой напряженной конкуренции. Поэтому я положительно отношусь к этому опыту. Я действительно рад, что этих людей потом не распределяют по должностям на государственной службе. Хотя есть у нас уже есть и замминистры, которые стали победителями. Вот. Ну, и я очень рад, что они замминистры. Андрей Шаронов – типичный пример человека, который учится всю свою жизнь, несмотря на свой возраст. Такой вечный студент в хорошем смысле этого слова. От него мы узнали, что нам больше не нужно учиться знаниям, учиться профессиям. А нужно осваивать навыки, такие как коммуникации, креативность, критическое мышление, умение обрабатывать, синтезировать информацию. Потому что через 50 лет не будет никакого запоминания учебников. Нам просто вставят флешку в голову или не флешку. И мы будем знать все, что нам нужно. И нашей задачей останется только обработать эту информацию и создать из нее что-то новое. Плохая новость, которую мы узнали, то, что наша страна постепенно утрачивает свой человеческий капитал. И наш человеческий капитал становится немножко хуже, чем он был в советское время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok